Уровень производственного травматизма в последние годы остается стабильно высоким. Только в Гродненской области в этом году 13 работников погибли, а 72 получили тяжелые травмы. Причина банальна – несоблюдение правил и нарушение инструктажа. Если человек нарушил, он должностное лицо или работник, они несут, конечно, административную, дисциплинарную. Ну, в самых случаях, когда уже человек погиб или получил тяжелые вещи, то, конечно, и уголовная ответственность. На этом месте вскоре должна появиться новая АЗС. Условия труда на строительных объектах значительно усложняются в осенне-зимний период. Дождь, слякоть, снег и гололед. А на объекте строители предпочитают ходить без специальной одежды и касок. И это далеко не единственное нарушение. По правилам безопасности территория, где производятся строительные работы, должна быть ограждена. Но на объекте этим пренебрегли. Так же, как и ограждением котлована в глубиной более 4 метров. Еще одно проблемное место – это бытовые комнаты. Здесь отсутствует электричество и какое-либо отопление. С подобными нарушениями мобильная группа столкнулась и на территории строительства дороги, которая соединит микрорайон Ольшанка с улицей Словинского. Производство работ на высоте 6 метров без страховочного троса – это самое серьезное из них. Та подрядная организация, которая заключила договор и выполняет работы, она должна обеспечить нормальные условия труда и отдых от своих рабочих. То есть, на каждом объекте. Кроме того, она должна обеспечить безопасные условия труда. И это обеспечение однозначно находится на подрядчике, и он должен это обеспечивать. За несоблюдение законодательства по охране труда никакой ответственности не предусматривается. Мобильная группа лишь помогает выявить нарушения, а в течение месяца все рекомендации должны быть исполнены. Если на повторном выезде мы обращаем внимание, что наши рекомендации не выполнены, мы направляем письмо в департамент для назначения внеплановой проверки. Подобные рейды проверки по выявлению нарушений охраны труда мобильные группы проводят каждые две недели. Под их контроль попадают абсолютно все строительные объекты и предприятия. Если устранение одних несоблюдений зависит только от подрядчиков, то другие, к сожалению, зависят от самих людей. Ведь правила «наше здоровье и жизнь только в наших руках» никто не отменял. Лена Молчанова, Яна Мельниченко, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова